Всем самый добрый день! Сегодня я готовлю вкусный ароматный суп с рыбными фрикадельками. Для этого мы можем использовать абсолютно любую рыбу. Я использую обрезки от семги. Я запекала недавно семгу, а обрезки я сохранила для супа. Один слайс хлеба нужно измельчить в кухонном процессоре или потереть на крупной терке. Рыбу также режем на кусочки и будем сейчас все вместе измельчать и делать рыбный фарш. По желанию в фарш можете добавить одну небольшую луковицу. Я не добавляю, чтобы фрикадельки были плотнее. Добавляю сюда одно яйцо, соль и специи для морепродуктов. С сухим укропом они. Очень ароматные специи. И делаем фарш. Выкладываем фарш на разделочную доску. Руки или перчатки нужно намочить водой или подсолнечным маслом. Разделим фарш на фрикадельки. Таким способом очень легко формировать одинаковые фрикадельки. И выкладываю их в контейнер с мукой. И вот так их быстро запанируем. И то же самое сделаем с оставшимися фрикадельками. В кастрюлю я добавила 2 или можно добавить 3 столовые ложки оливкового масла. И 1 луковицу. Пассируем 1 минуту. Высыпаем сюда морковь. И белый корень пастернак. Если нет, добавляйте только морковь. Сельдерей. Красный болгарский перец. И картофель. И также промытый рис. 1,5-2 столовые ложки, не больше. Добавляем воду. Ориентировочно 1,5 или 2 литра. Специи для морепродуктов. Соль. Доводим до кипения. И варим до готовности картофеля на 80%. Картофель почти готов. Снимаем пену, если она образовалась. Добавляем лавровый лист. И опускаем фрикадельки. В кипящий суп. Суп доводим до кипения. Сейчас можно добавить зеленый горошек. У меня замороженный. После закипания варим фрикадельки 5 минут. И будет достаточно. Сейчас добавляю лимонный сок в завершение. Ориентировочно 1 или 1,5 столовой ложки. В зависимости от того, насколько вы хотите получить вкус. Именно вот, чтобы был приятно кислый. Зелень петрушки, укропа и зеленого лука. И суп готов. Подавайте к столу с пылу, с жару. Невероятно вкусный, ароматный. Очень такой наваристый. Овощной с рыбными фрикадельками.